Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы разберем очень распространенную, но в то же время опасную мужскую ошибку. Больше это касается молодых комрадов, которые еще не поняли примерно, что такое отношения, особенно отношения в России, и совершают вот эту ошибку. С чего начну? Наверное, многие смотрели, если не смотрели, то советую посмотреть, но аккуратно, фильм с Альпачино «Запах женщины». Есть там, наверное, такая центральная сцена, из-за которой, в общем-то, этот фильм все и смотрят. Слепой старый Альпачино приходит в какой-то ресторан там с пацаном, с поводырем, видит, точнее не видит, а собственно пацан ему говорит, что вот там девка какая-то крутая сидит. Короче говоря, молодая девка, которая скучается со своим кавалером, он ее приглашает на танец и, короче, буквально там несколько телодвижений, и девка от него течь начинает. Он танцует с ней хорошо, угадывает там, по-моему, марку ее духов и так далее. И все, и девка прямо такая, о, все, капец. Вся его практически. Если бы не чувак, с которым она сидела, то все, она ему бы тут же бы отдалась. Короче говоря, с одной стороны красиво, да, красиво, но, друзья, не забывайте, на уровне фантастики, если вы не смотрели фильм, я все-таки советую посмотреть, но поймите, жанр этого фильма фантастика. И вот этим он опасен, потому что молодые ребята, которые еще не разобрались, могут подумать, что так может быть, так бывает. И совершить большую ошибку, потерять очень много. Сейчас объясню, что потерять. Ошибка-то в чем заключается? Что вот надо же, человек там в два раза или в два с лишним раза старше, слепой, клеит довольно-таки такую, ну, нормальную по внешке девчонку, и все нормально. То есть, при определенной прокачке пикаперских навыков, получается, можно там что угодно и с кем угодно. Так вот, друзья, в чем ошибочность, в чем опасность этого фильма? Смотрите, если вы помните эту ситуацию, если нет, пересмотрите хотя бы ее, давайте разберемся. Он ее приглашает на танец. То есть, предполагается, что да, он сам безупречно танцует, несмотря на то, что слепой, пацан ему просто говорит примерно сколько там метров до конца зала и так далее, но девка умеет танцевать. То есть, вот как только вы посмотрели, что это круто, вы задаетесь вопросом, вы когда будете подкатывать, допустим, по методу Альпачино, так, который вы будете подкатывать, она умеет танцевать? Чтобы что-то уметь, нужно некогда этому научиться. Чтобы чему-то учиться, нужно почувствовать свое несовершенство, надобность себя развивать. А если человек считает, что он уже выше только звезды, будет ли он чему-то учиться? Поэтому сколько из тех там девушек, женщин, которых вы знали, поддержали бы слепого танцора? То есть, сколько из них сами могут танцевать? Вот этот вопрос, он остается открытым. Подумайте над этим. Какие умения вы вообще можете увидеть у девушки? Другой вопрос. Она видит, что человек слепой. Да, он старше, он фактически уже старый, слепой. То есть, с него однозначно ничего не поиметь. Никаких звезд с неба он не будет хватать. Подумайте. Опять же, вопрос остается открытым. Много вы знали девушек, которые согласятся быть с мужчиной, понимая, что там только пенсия будет. Пенсия по инвалидности. Может, у него там военная пенсия была. Я не помню, он там вояка был в отставке, что ли. Ну, не помню. Ну, короче говоря, такая молодая с хорошей внешкой соглашается, что кроме инвалидности ничего не будет. Или же она не рассматривает. Грубо говоря, как там показано. Она ничего не думает. Она там не бежит с ним в ЗАГС. Ну, грубо говоря, она вот сейчас в моменте пробила инстинкты. Много ли девушек, женщин будет пробиваться на инстинкты, особенно в России, не думая об обеспечении? А что вы со слепого возьмете? В принципе, много ли согласятся быть с человеком за какую-то харизму? При этом он слепой. То есть, он даже как бы в быту будет нуждаться в случае чего-то в поддержке. Он, это самое, никогда не будет преуспевать по бабкам. Он будет пенсию получать и так далее. То есть, вот такие вопросы позадавайте. Как такое вообще возможно, чтобы на такое она согласилась? Так вот, друзья, а теперь в чем опасность ошибки? Смотрите, оглядывая свою жизнь, я понимаю, что одна из самых таких страшных вещей в жизни это лень. С одной стороны, лень иногда сигнализирует о том, что вам делать не нужно. Вам говорят, делай, вам лень. А по большому счету, это просто реакция организма на то, что вам это не нужно. Но иногда вы понимаете, что вам что-то нужно, а вам один черт лень. И вы это не делаете. И сейчас я понимаю, что лень, если бы у меня не было лени, я бы намного большего, наверное, имел, чем имею. Проблема лишь в том, что ресурсы организма, желание учиться, вообще что-то изучать, познавать, осваивать, они очень ограничены. И то, что у меня было в 18 лет, да и я сейчас даже на 10 процентов не могу воспроизвести. Просто желание на пролом идти. И все это я просадил на осваивание каких-то ненужных мне абсолютно специальностей, изучение российского права. При том, что сейчас я понимаю, что право в России только одно, звонковое. А я там разные отрасли какие-то учил. Короче говоря, я поддался пропаганде и потратил огромный вот этот творческий запас, учебный запас на билиберду, откровенно. Изучая то, что мне потом не нужно стало. И мне жалко, мне жалко времени. Мне жалко тот запас, который можно было на что-то полезное всадить. Мне жалко времени потраченного. Так вот, друзья, вы можете словить такой же эффект. Вы будете очень долго осваивать там, как склеить, как пробить на инстинкт. Но потом поймете, что нет гражданского, уголовного, административного права. Есть только звонковое. Все проще. Регулируется одним-двумя рычагами. И, скажем так, уже пойдя вот в эти такие отношальческо-брачные отношения, вы поймете, что там способы регулирования тоже очень ограничены. И вы можете там быть трижды харизматичным, четырежды там это самое, с самцом там каким-то. Но будет один и тот же вопрос. Вася, ты сколько получаешь? А танец, так она может счесть, что это вы ее тем самым унизили, показав, что она не умеет. Иди танцуй. Начинай, я сейчас приду, типа. Вот. Потому что вы можете пригласить и тем самым в ее понимании как бы опозорить, подчеркнуть, что она это самое не умеет. Короче говоря, друзья, не тратьте на это время. Для чего создается вообще вот эта картина пропагандой с тем же Альпачино, что, ну, будешь там суперпикапером, можешь склеить любую. Для чего это создается? Смотрите, вариант первый. Вот просто сами рассудите. Как вам кажется? Вариант первый. Вы подходите там к девушке, к женщине. Говорите, привет. Ну, хотите познакомиться? Привет. Я Вова. А говорит, Вова, привет. Десять тысяч я, Вов. Как бы, за дальнейшее продолжение общения. Ну, и Вова такой прифигевает. Говорит, ну, ладно. И уходит. Ну, то есть он понял, что какая-то просто лютая проституция. Он вроде подумал, что тут что-то человеческое есть. Ну, ладно. Ушел. А теперь другой вариант. Представьте, этот Вова десять лет кладет на то, чтобы там, не знаю, научиться танцевать, научиться обходительности какой-то. Курсы какие-то берет там, не знаю. Начинает разбираться в духах, как Альпачино. Короче говоря, все-все-все-все-все такое совершенствуется в желании там клеить всех и каждую. Потом подходит, говорит, привет, я Вова. И на это ему говорят, что смотри, Вов, классный ты пацан. Вот ты смотри, как танцевать умеешь, какой обходительный вообще там, шестнадцатью приборами можешь обращаться просто как Брюслин, нунчаками, с президентской сервировки там со стола есть на столе. Просто, ну, блин, ну просто цены тебе нет. Короче, Вов, осталось тебе мало. Десять тысяч с тебя и все у тебя будет в шляпе. Вот. И все будет хорошо. И тут Вова уже не может просто так уйти. Нифига, он десять лет потратил. Десять лет. И ему говорят, что, слушай, ну ты уже затратил там ресурсы, ты мог пять миллионов заработать за это время или десять. Вот. Ты их просрал там на осваивание какого-то пикапа. Вот. Тебе десять тысяч доплатить. Или признать, что все было зазря. И Вова доплатит десять тысяч. Понимаете, в первом случае он ничего не теряет. Ему назвали десять тысяч, он хотел с девчонкой познакомиться, ему назвали десять тысяч, он пошел проблевался в туалете. Все. Больше он не будет подходить. А здесь ему говорят, Вован, либо ничего, либо доплати десять тысяч. Десять миллионов по усилиям по твоим, ты уже просрал. Вопрос там, не знаю, одной тысячной. Он скорее доплатит. Вот для этого вся эта фигня и пропагандируется, что можешь освоить, можешь там это самое, трали-вали, потом будешь клеить любую. В большинстве случаев нифига у вас не получится. То есть, тот случай, когда это может получиться, он не будет зависеть от вашей там галантности, обходительности. Вот что называется, либо получилось, либо срослось, либо не срослось. И вы можете зайти там, не знаю, в грязных кирзачах в ресторан, и у вас срастется. Но вряд ли в ресторане. Вы можете к девчонке подкатить в спецовке, и у вас получится. Но в большинстве случаев у вас не получится. А вот это вот повышение шансов любую склеить, это все билиберда. Это, скажем так, эффект секты. Когда вы уже там вложились всем и вся, вы потом легче отдадите десять тысяч. Вам можно было сразу их назвать десять тысяч, и там другой цели может не быть. И, как правило, ее там нету. Но понижаются шансы, что вы заплатите. Вы скажете, нифига, десять тысяч. С чего это вдруг? А здесь десять тысяч – это одна тысячная от ваших трудозатрат. Поэтому, друзья, посмотрите фильм, красивый, но поймите, что это фантастика. И вот это, знаете, освоение пикапа, там, гуру-пикапа, мега-гуру-пикапа, забудьте это. Это не работает. Это реально либо, вот что называется, просто срослось. Потому что? Потому что потому. Либо это не срастется. Не пытайтесь сделать себя там лучше. Не пытайтесь кого-то превзойти. Сделать себя намного лучше. Каким-то там, блин, из девятнадцатого века быть таким, не знаю, курсантом, не курсантом, а как их, черт, там, кавалером каким-нибудь. Все это билиберда. Вы даже не понимаете, в большинстве случаев, перед кем вы распинаетесь, откровенно. Что для того, чтобы что-то оценивать, нужен оценщик. А для того, чтобы оценивать, не знаю, картину, нужен человек, который разбирается в искусстве. Вы, по сути, ставите на оценку, там, я не знаю, что, какую-то картину мировой классики, там, Мону Лизу. Вы ее ставите, там, человеку, который стоит, ему говорите, это же прекрасно, ну, вроде неплохо. Вот. Вот и все. Стоит ли? Стоит ли этой билибердой заниматься? Да, вроде неплохо, но только с тебя десять тысяч, чувак, все равно. Так вот же картина, она прекрасна, ага, прекрасно, там, в зубах поковырялся, десять тысяч сверху. Все, и вы это не перебьете. Поэтому не унижайтесь, друзья, не всирайте, как я, там, в эти, в юриспруденцию годами просто усили свои на какое-то освоение пикапа. Просто поймите, что альпачино это круто, запах женщины это классика, но это фантастика. Это классика фантастики. Вот, друзья, не совершайте таких ошибок.